Воспитанники отделений дневного пребывания зачастую находятся в изоляции от социума и радость общения получают именно здесь, в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. В сложной эпидемической обстановке сотрудники понимают, что здоровье и безопасность всех людей и без того находящихся в трудной жизненной ситуации во многом зависит от них. А поэтому решение о вакцинации от коронавируса поддержали многие. Прививки эти вот, они для этого и нужны для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Потому что я когда болел, я видел, что такое ковид, каким образом пациентов, лежащих там, просто или на носилках, или некоторых несли, а некоторых под руки везли, потому что они были в состоянии, которое не позволяло им самостоятельно двигаться. С момента того, как я привился, это с апреля месяца, у меня не было причин не доверять этой прививке, и я себя чувствую прекрасно, и слава богу, не болел. 68 человек из числа персонала уже вакцинировались до этого дня самостоятельно. А эти 12 добровольцев ждали момента, когда к ним приедут медики Брестской центральной поликлиники. Молодежь в основном прививается вакциной спутник Ви. Пациенты, имеющие все-таки хронические какие-то заболевания и более старшей возрастной категории, на сегодняшний день выбирают вакцину производства Китая. Мы никаких вообще реакций на нее не видим в виде подъема температуры, каких-то местных реакций. На спутник Ви очень редко, не часто, но все-таки мы видели некоторое повышение температуры. Но в ближайшие 12 часов, которые легко уходили, в принципе, пациент чувствовал себя абсолютно нормально. Главная цель – сформировать стойкий иммунитет. И здесь все зависит от особенностей организма. После второй прививки где-то в течение у кого как, у кого через три недели, ну максимум через месяц-полтора, формируется хороший стойкий иммунитет. Поэтому, в принципе, вакцины безопасны. Вакцины мы можем рекомендовать прививаться и не бояться этих прививок, поскольку, учитывая ситуацию на сегодняшний день в городе Бресте и во всей Беларуси, мы считаем, что без прививок и создания коллективного иммунитета мы, к сожалению, можем и не справиться. Уже сейчас эпидемическая ситуация крайне сложная, поэтому необходимо помнить, что никто, кроме нас, не позаботится о нашем здоровье. И к этому неустанно призывают медики. Я призываю жителей города Бреста и Брестского района соблюдать все противоковидные мероприятия. Это масочный режим, дистанцирование, использование антисептиков, непосещение массовых мероприятий, скопление людей. Ну и все меры на объектах торговли, в транспорте, в том числе в маршрутных, такси, в такси. Все меры сегодня актуальны. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Люмонтович, телекомпания Буктовая.